Голодомор 20-х и 30-х годов. За одно десятилетие 20 века погибли от четырех до четырех с половиной миллиона казахов. 1937-38 годы. Массовые сталинские репрессии. 118 тысяч человек осуждены советскими судами. Из них 25 тысяч человек приговорены к расстрелу. Видные общественно-политические деятели уничтожены. Красный террор, трудовые лагеря, коллективизация, ядерные испытания, культурная дискриминация. Казахи в 20-м веке пережили геноцид, сравнимый разве что с Холокостом, а могли избежать страшных трагедий, принесенных большевиками, если бы победил Аллаш Орда, если бы деятели Аллаш смогли воплотить свою мечту в реальность и создать собственную государственность. Казахстан стал независимым государством в 1991 году. Но был у нас шанс обрести суверенитет, и сто лет назад, в 1917 году. К независимости, к созданию казахского государства стремились деятели Аллаш. Борьба за независимость началась еще в 1905 году, но вышла на новый этап после падения династии Романовых. До февральской революции 1917 года казахи около двух веков находились под колониальным гнетом Российской империи. Падение царского режима дало надежды деятелям Аллаш создать сначала автономию, затем независимое государство. Образовать автономию значит создать суверенное государство. С 5 по 13 декабря 1917 года в Оренбурге состоялся общеказахский съезд, в ходе которого рассматривался вопрос создания государственности. В работе съезда приняли участие 82 делегата. 12 декабря в 3 часа дня провозгласили автономию, назвали ее Аллаш. Все казахи обрели государственность, подняли флаг Аллаш. Это исторический день. Также в ходе съезда обсуждался вопрос создания народной милиции, предтечи национальной армии. Обсуждалось формирование бюджета. Было создано правительство национальный совет, который назвали Аллаш-Орда. Его состав вошли Алихан Букиханов, Жаханша Дос Мухамедов, Алимхан Ермеков, Мухамеджан Танышпайулы, Бахтыгерей Кулманулы, Жакоб Ахпайулы, Базарбай Маметулы, Отныншы Альжанулы. Из регионов Уалитхан Танашев, Халел Дос Мухамедов, Айдархан Турлыбаев, Ахмет Брымжанов, Халел Габбасов, Садык Аманжолов и Мустафа Шокай. На демократических принципах был избран председатель Аллаш-Орды. На эту должность были выставлены три кандидатуры – Алихан Букиханов, Бахтыгерей Кулманулы и Айдархан Турлыбаев. О закрытых голосованиях Букиханов набрал 40 голосов – Кулманов 19, а Турлыбаев 20. Таким образом, Алихан Букиханов стал первым председателем Аллаш-Орды. Появление идеи создания национальной автономии – это все произошло в очень сложный исторический период. Это был настоящий хаос. И, кстати, если опять же посмотреть программу Аллаш-Орды, и в частности ее объяснение, почему необходимо создать национальную автономию Аллаш, тогда же речь шла о том, что это в первую очередь связано для защиты национальных интересов казахов. Потому что после Октябрьской революции, по мнению Аллаш-Ординцев, в стране начался хаос-анархия. Никто ни за что не несет ответственность. То есть этот хаос-анархия приводит к тому, что появляется большое количество угроз для простых жителей. И, кстати, параллельно с созданием национальной автономии, если вы помните, также была выдвинута идея и на практике реализована создание народной милиции. То есть 26 500 человек должны были эту народную милицию создать. Опять же для того, чтобы потом уже в будущем на базе нее создать, возможно, национальную армию. То есть уже один из признаков суверенитета. Опять же для защиты, в первую очередь, простых людей. Поэтому хотел бы подчеркнуть то, что партия Аллаш, как исторический феномен, она возникла, возможно, в нужное время. Мечтой Букиханова было создание независимого государства Аллаш. Итак, в основной закон сибирской автономии будет внесена отдельная статья. Казахская нация временно присоединяется к сибирской автономии. При изъявлении желания она вправе отделиться в самостоятельное государство. Мы решили, что для начала важно, опираясь на поддержку Сибири, освободиться от оков великой державы, а позднее, укрепив свою государственность, отделиться от нее. Продолжение следует... Казақандыға бір жола тарих сахмасын кетті. В 1910-мой, в 1910-мой, в 1910-майде, жалпы казах-құрултай жиналсы сайляган Алаш автономиясы, кенесу кересе империасын, бурым-гересе империасын, аумағында, заңды тұрды дүниегілген тұңғыш, заңды легитимді немлекет полпыта бұл. Однако большевики не дали сбыться мечте Алихана Букиханова и других деятелей Алашурды. В 1918 году Кремль дает указание чрезвычайному комиссару советской власти Алиби Жангильдину созвать съезд Казахского совета и намеревается там объявить о создании автономной Казахской Советской Республики. Жангильдину так объясняет позицию Кремля Сталин. Буржуазно-националистические группы требуют автономию для того, чтобы превратить ее в орудие закабаления своих собственных масс. В итоге советская власть закабалила казахский народ и привела в жертву миллионы людей во время Голодомора и репрессий 1937-1938 годов. Но это уже потом. Тогда большевики всеми правдами и неправдами пытались уничтожить автономию Алаш и установить на казахской земле советскую власть. Большевики в трудные для себя времена, а именно во время противостояния белым войскам, автономию Алаш признали. Они это сделали, чтобы воинские части автономии были на стороне Красной Армии. И в противовес Колчаку, который отказался признавать автономию Алаш и даже приказал организовать военные карательные экспедиции против казахского государства. В это время испытавшие трудности советы обратились к лидерам Алаш-Орды. В марте 1918 года Сталин связался с лидерами Алаш-Орды по телефону. От имени автономии Алаш с ним разговаривал заместитель Алихана Букиханова Халил Габбасов. Сталин сообщил ему, что советское государство признает казахскую автономию. Сталин сказал следующие слова. Известные правила Совета народных комиссаров о правах народов России по сей день служат основной деятельностью советского правительства в области национального вопроса. Третий съезд Советов вынес решение о реализации этого правила. Решение всеказахского съезда, переданное нам, полностью совпадает с вышеуказанными правилами. Де факто и де юре большевистские власти были вынуждены признать автономию Алаш. На это сообщение Сталина лидеры Алаша отправили договор, состоящий из 11 пунктов. Суть договора сводилась к тому, что правительство Алаш-Орды становится единственной признанной властью на территории казахской автономии. Однако большевики на это сообщение не ответили, а начали борьбу против автономии. В апреле 1917 года в Петербурге все тот же Сталин заявлял. Огнетенным народам, входящим в состав России, должно быть предоставлено право самим решать вопрос, хотят ли они оставаться в составе российского государства или выделиться в самостоятельное государство. А в 1921 году Сталин называет это пустым лозунгом. Мы с этим лозунгом распростились уже два года. Этого лозунга у нас больше нет. Требование отделения окраин на данной стадии революции глубоко контрреволюционно. Лидер большевистской партии Владимир Ленин также отказался от своих обещаний. 2 ноября 1917 года советское правительство провозгласило декларацию прав народов России, равенство и суверенность народов России, право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства. Также большевистские руководители обманули и башкиров. В марте 1919 года Ленин и Сталин признали башкортостанскую автономию, после чего башкиры начали воевать на стороне красных частей. Один год и два месяца они с оружием в руках устанавливали советскую власть в Украине. Но после того, как чаша весов начала переходить на сторону советов, большевики, изменив свое решение, объявили, «Башкортостан» — российская автономная губерния. Лидер башкирского государства Ахмедзаки Валиди решил лично спросить у Ленина о том, почему были нарушены договоренности. На это Ленин ответил. Какой вы революционер, чего ради цепляетесь за эти соглашения? Наши с вами соглашения — лишь клочок бумаги, который никого ни к чему не обязывает. Но большевики не могли так легко расправиться с автономией Алаш. Так как лидеры казахского правительства пользовались огромным доверием и поддержкой со стороны населения, Алихам Букиханов и его соратники призывали казахов не поддерживать большевиков. В 1918 году алашординцы издают решение. Все декреты, изданные советской властью на территории автономии Алаш, недействительны. Алихам Букиханов в том же году сделал твердое заявление. Казахский народ никогда не признает советскую власть и никогда не будет подчиняться советскому государству. Официально было заявлено о том, что советская власть в принципе признает независимость этого автономного образования в рамках Российской Советской Федерации. То есть получается большевики обещали предоставить эту независимость. Но как показывает практика, когда вместо одного дракона приходит другой дракон, он не признает наличие каких-то конкурентов, особенно политических, особенно с точки зрения конкурирующей идеологии. Понимаете, для большевиков было важно, чтобы те бывшие колонии, которые после февральской революции в частности активно стали заявлять о создании каких-то автономий, речь идет не только о Туркестане, речь идет о Кавказе, например. Если помните, на Кавказе тоже были такие попытки. Они могли бы быть плохим примером для всех остальных. Для них было важно, чтобы были нейтрализованы для начала сами идеи по созданию некого независимого, суверенного государства. Потому что если бы они предоставили бы кому-то эту независимость, то тогда бы это был, с их точки зрения, плохой пример для других бывших колониальных структур. И поэтому, естественно, им важно было, с точки зрения политического выживания, уничтожить вначале идею, а потом уничтожить носителей этой идеи. Были созданы военизированные подразделения, которые должны были противостоять врагам автономии. Однако вскоре алашординцы поняли, что оказались в тесном кольце окружения. 21 ноября 1918 года Колчак объявил себя правителем всей России и отказался признавать автономию Алаш. Он приказал автономию распустить, а ее лидеров расстрелять. Международная обстановка также не благоволила лидерам Алаш. Англия, Франция и Япония признали правительство Колчака и поддержали его решение относительно национальных автономий. Войска алашорды сражались на нескольких фронтах. С одной стороны против Красной армии, с другой против Колчака, с третьей против казачьих атаманов, с четвертой против местных воинских формирований во главе с Джангильдином и Имановым. В этой ситуации алашординцам ничего не оставалось, кроме как признать советскую власть. Ахмеда Байтурсунова, Байхадама Каралдина и лидера башкиров за Киева Лидий, поехавших в Москву к большевикам, с большим почетом встретил лично Сталин. Затем их принял лидер большевиков Владимир Ленин. Афтономий, алып педетінде кадр бізде болған жоқ. Сапа аз болды, сан аз болды. Сапалы кадрлар бар, койдау жоқ. Бүлкен билікті болды, бірақ сан аз. Сонықтан үшінде билік педетінде мүмкіндік болған жоқ. Сонықтан жер-жерді сәвдептер және батқан уақыты, депутаттар, кеңесі, солдаттар, шаруалар, жұмшылар кеңесі және батқан уақыты, оған қарыс тұрылмады. Тек соңың негізінде ғана афтономалыға шында мәжбер өтті жағдай. Сонықтан да бұлар білки егел өлмәтті болады. Енді деге мен екі жылда жұмысты дейді, оның бір жоғата жоғылуы жер-максыншылығын, Қазақ әскер ере үлселік әмітетінің Қазақ жердінің өлкәсінің босқару тұрады. Солар соғы өзде шешім сұқарты, сонымен жоғылып шүзінде кірді. Бірақ алаш идеясы бәрі өлгін жақтыу айты көрі. Үйткені алашты соғы өзде қозғалысқа қасыққандар, әлгін жоғы өз дұрынған жоғылы жағылы жағылы айтын. Еще несколько лет лидеры алашғарды будут де-факто руководеть казахской автономией. Заки Валидия в своих воспоминаниях рассказывает о продолжавшейся борьбе за независимость казахского и башкирского народов. Даже обсуждалась идея отдельной от Коммунистической партии Свободной Социалистической партии. Заки Валиди предлагал на базе платформы партии Алаш создать Казахскую Социалистическую партию. Программа этой партии будет опубликована за рубежом в 1926 году. В годы репрессии этот документ станет обвинительным фактом против алашурдинцев. Дальше известно всем. Аресты, репрессии, тюрьмы. Советская власть представляла лидеров алашурды как врагов народа. Их судили за якобы контрреволюционную антигосударственную деятельность. Руководители алашурды показывали как противников реформ и развития. По кремлевской установке их политическое наследие было предано забвению. На самом деле лидеры алашурды предлагали прогрессивные пути развития. Они хотели построить демократическую парламентскую республику. Деятели Алаш были либеральных и демократических взглядов. Это можно понять из программы партии Алаш. Россия должна стать демократической федеративной республикой. Демократия — народная власть. Федерация — союз мелких государств. Каждое отдельное государство федеративной республики автономно и управляется само собой на одинаковых правах и интересах. Причем законы касались не только казахов, но и всех, кто проживает на территории автономии. Не были алашурдынцы религиозными. Это были светские образованные либералы. Религия должна быть отделена от государства. Все должны быть свободны и равны. Программа партии Алаш. Известный исследователь истории Алаш Турсунжуртпай в своей книге «Боль моя, гордость моя, Алаш» сформулировал идеи видных казахских деятелей XX века в пяти положениях. Первое положение — земле. Деятели Алаш писали, древняя казахская земля не должна отдаваться в частное пользование, пока сами казахи не дойдут своим умом и возможностями до научного и технического освоения своей земли. Она также не отдается переселенцам. Второе положение. Все, что находится внутри земли, на поверхности ее, в небе, должно работать на благо казахского государства. Третье положение. По проекту Букиханова, выработанная на казахской земле каждая горь шерсти должна быть потрачена на ткань, которую будут носить граждане этой страны, ибо нам необходимо стремиться к полной экономической независимости. Четвертое положение. В казахском государстве должно быть главенство народа, образующего государство, главенство его языка, культуры и религии. Пятое. На основе национальных обычаев, традиций, опирающихся на закон, на основе науки необходимо создать национально-демократическое государство по типу Японии. А знаете, когда у нас появилась первая конституция? Тоже в 20 веке. Инициатором составления первой казахской конституции был лидер Алаш Алихам Букиханов. Под его руководством в 1911 году юрист Барлобек Сартанов написал «Устав страны казахов. Конституцию». По демократичности и провозглашенным либеральным ценностям она не уступает конституциям развитых европейских держав. О правах человека. В стране казахов все люди имеют равные права. Не допускается дискриминация человека по признаку религии, крови, социального и литнического происхождения. Человек несет ответственность только перед законом и Богом. В стране казахов люди имеют право на свободу, равенство и счастливую жизнь. В стране казахов мужчины и женщины равны. Казахские особенности не унижают женщин и осуществляются с их согласия. В стране казахов человек имеет право свободно высказываться, объединяться и вступать в политические партии. В стране казахов человек не может быть подвергнут задержанию, заключению в тюрьму без санкции суда. В отношении задержанных в течение 24 часов должно быть вынесено решение суда. В противном случае задержанный освобождается. Ответственные за незаконные задержания или арест несут ответственность перед судом. В стране казахов не допускается вскрытие писем и переписки. Разрешение на вскрытие в компетенции суда. Человек имеет право владеть любым видом имущества. Владение, пользование и распоряжение имуществом не должно причинять вред другому человеку. Лишение права на имущество осуществляется на основании закона и с надлежащим материальным возмещением. Высший орган страны казахов – национальный мажорист. Избранные в его состав избирают главу страны казахов – президента на 4 года. Один президент не вправе управлять страной больше двух сроков. Впечатляет, правда? Конституция, написанная в 1911 году Сыртановым, еще раз свидетельствует о приверженности лидеров Алаш демократическим идеалам и ценностям. Их мечтой была независимая, сильная, развитая и открытая страна – государство Алаш. И ориентировались они на процветающие западные страны. Их мечтой была создана в 1911 году. Их мечтой была создана в 1911 году. парламентик республика ретинде таныстырды. Иткені алаш-қаркелерінің басынан бүкіл қаркелері олар тек қайсам, жан дүниесімен либералды демократиялық құрылымды олдап келген азаматтар болатын. Сол севертер олар тікті кенес үкеметі құрылғанынген, кезек үкеметін олар ойындап, кезек үкеметіне құрылғанын 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 құрылғанын. Лидеры Алаш понимали, что ничего позитивного от большевиков ждать не стоит. Советская власть начала с огульного отрицания за местным коренным населением право на участие во власти. Третий Туркестанский съезд советов своей резолюцией от 19 ноября 1917 года. Включение в настоящее время мусульман в органы высшекраевой революционной власти является неприемлемым. О необходимости привлечения к руководству казахской автономии местных кадров в письме Ленину написали Ахмед Байтурсунов, Закива Лидий и Турар Раскулов. Реагируя на письменные сообщения, Ленин распространил по радио обращение к мусульманским народам. Он предложил местным большевистским организациям привлечь к работе казаха Раскулова, узбека Кужаева, татарина Султангалиева, и назначить их на высокие посты. Но на это обращение Ленина большевики ответили отказом и даже призвали его к ответу. После чего Ленин заявил Валидий. Видите, на пути исполнения радиоприказа возникли препятствия. Уничтожить русский империализм ни руками самих русских, ни помимо их воли вооруженными силами мусульман невозможно. В 1924 году в письме на имя Сталина Голощокин писал, в составе организации Российской коммунистической партии большевиков в Киргизии киргизов 6%. К тому же киркоммунисты распылены, почти нет киргизских ячеек. Ленин и большевики никому не собирались отдавать власть. Группа вооруженных мятежников, совершившие государственный переворот в Петрограде, были намерены укреплять свои позиции. Деятели Алашорды с либеральными взглядами им только мешали. Они не собирались терпеть независимых людей. И случай, описанный Мустафа Шахуай в Ташкенте, яркий тому пример. 21 января 1925 года, годовщину смерти Ленина, туземное население старого города Ташкента по распоряжению властей было поставлено на колени. И в этом положении подлинных колониальных рабов туземцы оставались в продолжении нескольких минут. Об этом позорном акте советской власти газеты молчали в течение долгого времени. И только по истечении двух с половиной месяцев, 9 апреля 1925 года, ташкентская газета «Хазыл Узбекистан» решилась дать место статье своего корреспондента из Москвы. Вот так подчиняли себе народ большевики. Но деятели Алашурды стоять на коленях перед большевиками не собирались. Они хотели построить независимое и развитое государство. И это государство не ограничивалось бы лишь Казахстаном. Они пытались объединить весь Туркестан. По современным меркам, это вся Центральная Азия. Лидеры Туркестана, Мухаммеджан Танышпаев и Мустафа Шокай, алашурдинцев поддержали и вошли в состав правительства Алашурды. По некоторым данным, в составе партии Алаш были до 5000 лучших представителей национальной интеллигенции и степной аристократии. С каких стран брали пример Алихан Букиханов и его соратники? Уж точно не с большевистской Россией, а с Европой, Японией и США. Алашурдинцы знали, что ориентируясь на западные страны, можно добиться колоссальных результатов. А после того, как в войне 1904-1905 годах Япония разгромила Россию, они начали углубленно изучать опыт этой быстро развивающейся азиатской страны. Халель Дусмухамедов в письме, адресованному другу от 1904 года, пишет, «Когда подумаешь, что кроме тебя десятки или даже сотни казахов получают высшее образование, то приходишь к всяческим мыслям, что и этот народ способен к труду, к прогрессу, что и он, может быть, когда-нибудь займет в мире одно из почетных мест, что и он может сделаться второй Японией». В качестве политической модели будущего развития, в будущем суверенного государства алошардинцы взяли японскую модель. Что интересно, да? То есть тоже постепенное развитие, модернизация, но не забывая свои национальные корни, сохраняя свою национальную идентичность. Что, в принципе, у японцев получилось. И как показало дальнейшее развитие Японии, но если даже исключить очень кровавый период Второй мировой войны и так далее, да, вот, а по факту, то, что мы сейчас видим, Япония сейчас входит в список 30 развитых стран мира, куда, кстати, Казахстан хочет попасть. То есть получается то, что тогда алошардинцы взяли Японию в качестве примера, ту страну, которая, с точки зрения даже футурологии, они оказались правы, попала потом в список 30 развитых государственных образцов для подражания, на которые Казахстан тоже сейчас пытается ориентироваться. В 1852 году американский президент Миллард Филмор распорядился отправить берегам Японии морскую экспедицию. Его надежда состояла в том, как он писал, Соединенные Штаты и Япония жили в дружбе и имели торговые отношения друг с другом. Он выдвинул Японии три предложения. Первое состояло в том, для обеих стран было бы высшей степени полезно, если Япония изменит древние законы и позволит свободную торговлю между двумя странами. Во-вторых, он просил японцев обращаться с потерпевшими кораблекрушения моряками по-доброму. И в-третьих, президент США высказал надежду, что нашим пароходам и другим судам будет позволено останавливаться в Японии и пополнять запасы угля, провианта и воды. Во главе американской миссии стоял коммодор Мэтью Перри, ветеран войны с Мексикой. Он вошел в бухту Эдо 8 июля 1853 года. Через шесть дней он с большой помпой сошел на берег, чтобы передать письмо президента представителям Сигуната. Кроме того, Перри передал японцам два письма собственного сочинения. В них он охарактеризовал политику изоляции как немудрую и непрактичную. И дал японцам год для обдумывания предложения американского правительства. 14 февраля 1854 года Перри вновь прибыл в Японию. На этот раз всего флотилия состояла из восьми лучших боевых кораблей мира. У японского Сигуна не было иного выбора, кроме как подписать соглашение. Начиналась она с обещания вечного мира. Затем следовали уточнения. Таким образом, экспедиция коммодора Перри покончила с японской политикой самоизоляции. Данное событие стало началом исторических изменений в Японии. Политическая элита Сигуната поняла, что без углубленного изучения Запада и его институтов страна всегда будет зависимой от других. Потому, в 1862 году Сигунат послал нескольких японских самураев на учебу в Лейдинский университет, первое западное учебное заведение, принявшее японцев. До своего падения в 1868 году Сигунат Токугава отправил в США и в Западную Европу семь миссий. Они занимались изучением культурных, социальных, политических и экономических институтов стран, которые посещали. После восстановления власти императора в Японии изучение опыта западных стран пошло еще углубленнее. В 1871 году правительство послало делегацию во главе с Ивакуру Томоми в США и в Европу. Они должны были посетить 15 государств, установивших официальные отношения с Японией. Первоочередной задачей японской делегации было изучение западной цивилизации. Делегация была разделена на несколько групп, у каждой из которых была своя задача. Кому-то доверили изучить конституции и политические институты западных стран, кто-то занимался исследованием системы образования и науки, другие были заняты сбором информации экономического характера относительно налоговой системы, промышленности и торговли. Историограф миссии так написал о европейских странах. Та степень богатства и процветания, которая наблюдается ныне в Европе, была достигнута лишь после 1800 года. По меньшей мере 40 лет потребовалось для того, чтобы произвести все это. Те, кто будет читать эти строки, должны использовать этот урок на благо Японии. В 1868 году император Японии после возврата всех властных полномочий вызвал во дворец в Киото около 400 чиновников и зачитал новые принципы национальной политики. Этот документ известен как Харти оклятвенных обещаний. Там были некоторые положения, созвучные идеям деятелей Аллашурды. Должны быть созваны совещательные собрания и все государственные вопросы будут выноситься на народные обсуждения. Знания будут приобретаться по всему миру, способствуя таким образом упрощению фундамента государства. Несколько лет шла борьба в японском государстве вокруг принятия новой конституции страны. И лишь в 1889 году император Мэйдзи сообщил о новом основном законе Японии. Конституция гарантировала японцам следующие права на неприкосновенность жилища и на защиту от незаконного вторжения и обыска, право нести наказание только по приговору суда, пользоваться нерушимым правом собственности, на свободу вероисповедания, а также на свободу слова, письма, публикаций, общественных собраний и организаций. Эти права были гарантированы статьями Конституции Мэйдзи. За три первых десятилетия существования режима Мэйдзи руководители Японии создали конституционный строй, созвали национальное собрание, провели индустриализацию, а также реорганизовали социальную структуру общества. Как итог, Япония стала быстро развивающейся страной. А в войне с Россией 1904-1905 годов японцы нанесли поражение крупнейшей европейской державе. Водушевляющий пример эпохи Мэйдзи дал надежду деятелям Аллашурды на быстрое развитие государства. Один из деятелей Аллаш Мержах Абдулатов писал «По политическим институтам Европа учитель для всех стран. Мы должны брать пример с европейцев. Газета «Казак» главный рупор Аллашурдинцев во время борьбы за автономию разместила двери юрты со стороны Европы. Что это значило? Знания и наука приходят с Европы. Мы должны ориентироваться на Европу. Такой посыл Аллашурдинцы хотели донести народу этим символом». Окиханов говорил «Западное направление», заявлял он, «имея в виду воспитанную им же элиту Аллаш, видит будущее казахской степи в сознательном притворении западной культуры в самом широком смысле этого слова». Большевики в первые годы установления советской власти не собирались строить школы и давать хорошее образование казахскому населению. Об этом говорят справки и документы, приведенные видным политическим деятелем XX века Мустафа Обращусь к Инбекше-Казаху. В номере от 14 июня 27 года газета писалась «Казахских школ имеется около 1600, но из них число школ, имеющих помещение, еле-еле достигает 40. Комментарии излишни. 1600 на бумаге, а на деле еле-еле достигает 40». Далее в казахских аулах только полтора процента школ имеют помещение, а в русских поселках помещением обеспечено 28% в школах. Кстати, Галащокин также признает эти факты. В своем докладе на партийной конференции он заявил «На бумаге мы имеем большое количество школ в аулах, но в действительности никакой школы в аулах нет. Если аульные школы имеют помещение, то в этих помещениях нет скамеек. Если есть скамейки, то нет учебников». Деятели Аллашурды понимали, что с таким образованием казахи далеко не продвинутся. Алихам Букиханов, вспоминая беседы с одним из лидеров российского правительства того времени Александром Керенским, говорил «Мы с нашими восточными обычаями, с разноцветными узбекскими чапанами, с мягкими без каблуков сапогами мул, не сможем перешагнуть через порог цивилизации. Дела религии отделены от государства. Мы должны стремиться к учреждению национально-демократического общества». Казахстан стал суверенным государством в 1991 году, хотя имел призрачные шансы стать суверенным государством несколько десятилетий ранее. Очевидно, ни большевики, ни другие тоталитарные соседи автономии Алаш не дали бы сбыться мечте Алихана Букиханова и его соратников. Однако давайте поразмышляем, каким государством сейчас стал бы Казахстан, если бы победила Алаш-Урда? Каких трагедий мы смогли бы избежать, если бы уцелела автономия Алаш в 20 веке? Во-первых, если бы деятели Алаш смогли создать независимое государство, казахский народ избежал бы Голодомора. Две жуткие трагедии в течение каких-то десяти лет произошли на территории современного Казахстана в прошлом веке. Голодомор 1921-1922 годов унес жизни от 1 миллиона до 1,5 миллиона человек. Количество умерших от голода мусульман, говорит Рыскулов, исчисляется в огромных размерах, но цифр он не приводит. Советские источники 1919 года назвали кошмарную цифру в 1,114,000 человек. В Перовске, ныне Казларда, сидел самодержец Гержот. От него откочевал целый народ Киргизы, при этом откочевании вымерло около 1,1 миллиона человек. Знаете, где это написано? Это было напечатано на столбцах безукоризненно правдивой в ваших глазах московской правды в номере 133 от 20 июня Туркестан под властью Совета. В Тенге Совет в 1 жиле обороны туры адам зад тарих болмаган сондық зондық кабарды. Яң алдымен 1927 жылы жаппай ужымдандыру. Байлардың түгіл түгіл тәркілі олар түгінгайдау. Ақырында 33-33 жылдары Казақталасына колдан аштығы имдастырып Казақтың Ґлітті Ґлітті Ґліттіғы Ґліттіғы Голодомор 1931-32 годов затронул всю территорию нынешнего Казахстана. В результате погибли от 3 до 3,5 миллиона казахов. Главный научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Украины Наталья Левчук обозначила Казахстан как наиболее пострадавшая от Голодомора. В абсолютном отношении наибольшие потери — это Украина. По нашей оценке это 3,9 миллиона. Но сравнивать абсолютные потери между республиками некорректно, поскольку они имели разную численность населения. Украина в то время имела где-то 30-31 миллиона в разные годы, а Российская Федерация 104-105 миллионов. По разным оценкам, до Октябрьской революции, собственно, казахов на территории Казахстана было 6 миллионов душ. В 1939 году, согласно данным переписи населения, казахов осталось чуть более 2 миллионов человек. По словам Левчук, первое место по уровню относительных потерь занимает Казахстан. На втором — Украина, далее Россия, Беларусь, а страны Закавказья и Средней Азии еще меньше. Рада Украины расценила Голодомор как акт геноцида против украинского народа. Казахстан пока таких законов не принимает. Если бы не Голодомор в 20 веке, то в настоящее время казахи были бы одним из больших по численности наций мира. Если до Октябрьской революции казахов было 6 миллионов душ, население Турции тогда составляло менее 12 миллионов человек. Сейчас в Казахстане проживает 18 миллионов, а в Турции 80 миллионов. Из них этнических турков не менее 65 миллионов человек, а этнических казахов на территории Казахстана всего 11 миллионов. Причем около 5 миллионов казахов по разным причинам проживают за пределами исторической родины. Египтян в начале века было около 10 миллионов человек. Сейчас население Египта составляет 95 миллионов человек. Иранцев в начале века было менее 10 миллионов, сейчас их 80 миллионов. Почувствовали разницу? Если бы не сталинский геноцид казахов в виде Голодомора, то население Казахстана сейчас составляло не менее 60 миллионов человек. Алаш партиясын бағырламасына қарған уақытта жалпы со өздегі Алаш қараткелерінің жазға мақалылар, ұстанымдарына қарған уақытта, әріне жағдай басқа шауларды. Ең бірінші, менің ойымшы, бұл парламентік республика олар өздері көздеген дей. Оның гейін жалпы әріне заярлым жалпы өздеген. Бұл ажы олар бірінші, бұл айтар таағану адап төзші ағдай бұл түш өздері. Бұл ажының олары сөздеген бұл айтар түрлімі, бұл елік сөздеген дей, бұл адап түрлімі, бұл айтартын бұл айтартын бұл ажыдай. Продолжение следует... 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 Казахи чуть было не потеряли язык, культуру в годы советской власти. В столице Казахской СССР в городе Алмата была лишь одна казахская школа. Заки Валиди в своих воспоминаниях пишет, «Знакомый польский коммунист тайно передал Турару Рысколову один экземпляр документа». Позже, в 1923 году, татарский интеллигент Усман Тукумбет вывез экземпляры этой записки в Берлин. В ней излагались следующие мысли. Нужно воспользоваться тем обстоятельством, что у многих восточных народов не завершился процесс формирования литературного языка и помешать возникновению мощных литературных языков, объединяющих несколько народов. Ввиду того, что у этих народов крайне малочисленные деятели культуры и мыслящие люди не составят большого труда внести в их среду разлад и разброд с тем, чтобы впоследствии совсем их уничтожить. Политика культурной дискриминации привела почти к губительным последствиям. Судьба казахов сложилась бы по-другому, если бы победила Лашорда. Казахстан, очевидно, сейчас был бы совсем другим государством. Развитым, сильным, влиятельным. С большим населением и демократическим. Если бы каждые 4 года менялся президент, то у нас с 1917 года был бы 25-й руководитель. Были бы разные политические партии, движения и независимые СМИ. Все было бы по-другому. Так какой была бы страна по ключевым параметрам, если бы победила Лашорда? Население. 50-60 миллионов человек. Казахстан был бы одной из крупнейших стран в регионе. Политическое устройство. Демократическое, светское и открытое государство. Помимо партии Алаш были бы и другие политические силы, которые продвигали бы свои идеи и видение государственного развития. Проходили бы честные и справедливые выборы. Казахстан был бы государством с установившимися политическими традициями. Экономика была бы одной из самых развитых в мире. С таким народом, ресурсами и территорией наша страна могла бы жить не хуже японцев, южнокорейцев, малазийцев и других благополучных азиатских государств. Алихан Букиханов и его соратники смогли бы дать развитие науке, образованию, подготовить кадры. Промышленная революция, социальные преобразования в Казахстане прошли бы успешно. Центральная Азия была бы совсем иной. Мы говорили о том, что Туркестан был готов войти в состав Алаш. По всей вероятности, сейчас в Центральной Азии могло существовать одно большое государство. Тогда население этой страны могло достигать более 100 миллионов человек. С мощной экономикой, открытой политической системой, демократическими институтами, государство Алаш могло претендовать на вхождение в состав Европейского Союза. Наша страна могла стать одним из ведущих держав не только в регионе, но и во всем тюркском мире. Это не просто мечта. Такое государство хотел создать Алихан Букиханов и его соратники. Без тоталитарного прошлого, без коррупции, без всего негативного советского наследия Казахстан мог стать большим и развитым государством, если бы победил Аллаш Орда. В их модели было создание, скажем так, все-таки демократического государства. И если бы это государство появилось тогда, и у него не было больших проблем с точки зрения своего развития, то, возможно, сейчас мы уже давно жили бы в условиях определенного демократического общества. Но момент состоит в том, важный момент, что Аллаш Ординцы пытались создать демократическое государство в окружении авторитарных соседей. То же самое Китай, да, ну если вы помните, даже многие государства мусульманского мира, да, или с этой стороны Россия. То есть, опять же, там понятно то, что большевики пришли к власти под лозунгом «Миронаправие», но потом мы уже видели, к чему это привело, да, то есть создание жесткой команды административной системы. Вот. И поэтому возник был вопрос, смогло бы вот это демократическое государство долго просуществовать в окружении таких довольно жестких авторитарных систем. Вот. Можно было бы предположить, что в будущем, даже если бы такое государство было создано, возможно, были бы какие-то конфликты и с московскими властями в будущем. Возможно, были бы. Тем более, что, если вы помните, все-таки советская власть, она ведь мыслила тоже довольно глобально, да, то есть основная задача была распространить эту идею, в том числе и в странах мусульманского мира, и даже пойти дальше, в Средней Азии, да, там, в Афганистан, и дойти до Индии и так далее. То есть были такие идеи. То есть идея Всемирной революции, она, по сути, была мощным стимулом для деятельности партии Балишуковых на первых этапах ее становления. Потом, когда уже Сталин пришел к власти, он идею Всемирной революции убрал в исторический ящик, потому что реально понимал, что это сейчас невозможно. Да, поддерживались те или иные революционные силы, но он уже не как Лев Троцкий или как Ленин, да, он уже не бегал с этими идеями. Но я думаю, что, скорее всего, если бы даже это государство было создано, перед ним было бы большое количество вызовов, внешних вызовов. Я думаю, было большое количество желающих это государство уничтожить. Внутренних вызовов, потому что всегда речь идет именно о создании экономического базиса, на основе чего бы, да, создавалось это государство. То есть можно сделать политическую надстройку, да, возникает вопрос, а какие экономические предпосылки для того, чтобы эта надстройка долгое время существовала, да. Как можно было трансформировать тогда кочевое все-таки общество в модернизационное общество. То есть здесь важный вопрос стоял именно о просвещении, об образовании в том числе. Если бы не ряд ключевых событий, то у лидеров Алаш были некоторые шансы отстоять государственность. Шансы были призрачные, но они имелись. Тем не менее, в такой трудной ситуации Алихан Букиханов, Ахмед Байтурсунов, Алимхан Ермеков и другие видные казахские деятели смогли добиться политического максимума для государства. Это улица Алихана Букиханова в Алматы. Протяженность всего 4 километра. Далеко от центра, рядом со знаменитой алматинской барахолкой. В первой столице независимого Казахстана нет ни одной центральной улицы, названной в честь Алихана Букиханова. Зато по всей стране улицы продолжают носить имена Ленина, Мерзояна, Фурманова и других красных вождей. Но неужели нельзя было назвать одну центральную большую улицу именем великого деятеля Алаш Алихана Букиханова? Памятник Алихану Букиханову в городе Семей, тогда он назывался Алаш, первой столицей автономии, открыли лишь в 2017 году, спустя 100 лет после провозглашения автономии Алаш. А могли ведь и раньше, правда? А о переименовании города Семей Валаш никто и вопросы не поднимает в Казахстане. Хотя все знают, что Семей происходит от русского Семипалатинск, Семь палаток. В казахском языке слова Семей нет. Так почему не переименовать этот древний исторический город Валаш? Что мешает? Наша история казахского народа – это как зеркало, в которое они не хотят смотреть. То есть они больше любят селфи, где видят свое лицо и фотографируют, и представляют это как великое достижение. Обратите внимание, в этом году было столетие. С момента образования партии Алаш, когда ее образовали в июле 2017 года, потом появление Алаш-орды правительства, Народного совета, и объявление о создании национальной территориальной автономии Алаш. То есть 100 лет. В других странах мира, в принципе, это отмечалось как значимый государственный праздник. Политической оценки трагическим событиям 20 века мы также не дали. Более того, Казахстан продолжает хранить молчание, когда в России глава ФСБ Александр Бортников оправдывает массовые репрессии 1937-1938 годов. Видны общественные деятели России, такие как Людмила Алексеева, Лия Ахиджакова, Светлана Ганнушкина, Лев Гудков и другие. В открытом обращении после интервью Бортникова, связанной со столетием создания большевистской политической полиции ВЧК, заявили, он фактически оправдал геноцид по социальным и национальным признакам и иные преступления против человечности, в которые вылился массовый террор советских карательных органов. Он сознательно многократно преуменьшил масштаб террора 20-50-х годов, сведя его к эксцессам 1937-1938 годов. Почему молчит руководство Казахстана в связи с такими заявлениями руководителя ФСБ, остается неясным. Известный историк Мамбет Койгильдиев назвал Алихана Букиханова казахским Ганди. Действительно это так. Если бы не исторические обстоятельства 20 века, не географическое положение и длительное господство тоталитарных режимов, лидеры Алаш могли создать независимое государство. Но надо признать, что и нынешний Казахстан обязан Букиханову и его соратникам. Нашу страну можно назвать преемником государства Алаш. Ведь если бы не их борьба, кто знает, в каких границах остался бы Казахстан. Факты говорят сами за себя. Турсунжуртпай пишет. «Определение границы казахской автономии, определение государственного статуса и состава, выбор и расположение столицы – эта работа выпала на долю полномочного представителя Совета народных комиссаров Алимхана Ермекова при непосредственном участии Букиханова и Байтурсунова, которые поставили перед Лениным три конкретные проблемы. У каждой нации есть права в нужный ей момент отделиться и выйти из состава империи. Это было записано в Декларации прав народов, опубликованной в 1917 году, и теперь они предлагали включить этот пункт в Договор об образовании Советского Союза. Должно было пройти 70 лет, и при распаде СССР республики оперлись на этот пункт, и теперь становится понятно, какой политический смысл он имел. Этот пункт – параграф. Было предложено Казахский край провозгласить отдельно от Туркестанской республики как самостоятельную автономную республику и немедленно создать комиссию по определению границ Казахстана. Дело в том, что если бы мы в то время присоединились к Туркестану и не отстаивали территорию казахской автономии как отдельную административную единицу, тогда сегодняшние Усть-Каменогорская, Семипалатинская, Карагандинская, Кокшетауская, Североказахстанская области вошли бы в состав Западной Сибирии, а Алматинская, Жамбылская, Казлардинская, Чемкенская и Мангистауские области оказались бы в составе Узбекистана. Если бы не огромная заслуга Аллашурдинцев отстаивания национальных интересов, мы бы вряд ли сейчас были бы девятым крупнейшим по территории государством в мире. Компет күрган, мемлекет күрган, Казақ мемлекеттің жаңғыртқан кезеңі теорусіз еліміздің бастау деп, санау керек, төпі солай, есептеледіғой деп ойлайын. Бұл әнді оның шағырты әрине, ол тарихты білугере ол үшін, жастар білугерек, жалпы халық білугерек, біздің билеуші бұында, білік білг үшін, areң? Сонг Nazis алауың білугерек, білогерек, и шәғыртың жағыртың білугерек деп, жағын білугерек орудар Państwoындай ебіртің жағыртын, әрине, олғ est-біңя Hebrew білугерек о 말� Ireland оның білугерек оның жағыртың 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 білугерек о with. Пока ещschе не поздно. У нашего народа и страны есть шанс создать государство мечты лидеров Алашурды. Развитое, сильное, демократическое государство. Мы еще можем стать Японией, Южной Кореей своего региона. С такой территорией, с такими природными богатствами и с таким талантливым народом мы можем все. Казахи пережили голодомор, массовые репрессии, культурную дискриминацию, ядерные испытания. А сейчас мы в независимом государстве. И судьба нашей страны в наших руках. Воплоти мечту Алаш в реальность.